Слышишь, слышишь? Эта война касается от не каждого из нас, причём она идёт только на фронте. У нас, в России, здесь Москве. Эта война касается от не каждого из нас, причём она идёт только на фронте. Медикампион в Микс Пайт. Это отдельное спорт, здесь в России. Это вообще не против, не против, не против. И сегодня я хочу, чтобы с вами был раман Зенцов, это интервью. Медикампион Раман Зенцов, вы добрыли это интервью. — Добро пожаловать, господин, на засобственном интервью. — Который у вас имеется не оверганизован в странах, а в странах, в странах, в странах, в странах, в странах, в странах. — Могли бы рассказать о себе для людей, в том числе во Флангане? — О себе? Ну, все очень просто, на самом деле. Родился я в сентябре 1975 года, то есть тогда, когда здесь была совсем другая страна, я имею в виду политический строй, был Советский Союз. — Я русский, воспитывался и рос немного, как я уже сказал, немного в другой стране, вернее совсем в другой стране с другими ценностями. — Я русский, я был в другом стране, социально говоря, с другими ценностями. — С другой мотивацией. — С другой мотивацией. — С другой мотивацией. — Что еще сказать? Я не знаю, что можно сказать? — Вы поиграли в Берл-капе в Вест, когда мы сходили в Рут-питл-си, в Вест. — Вы завоевали несколько раз звание чемпиона мира. Может быть, что-то расскажете о своем титуле, звании? — Да, я завоевал титул, я его отставил. — Как я был титул Фердинд? — Что могу сказать, я увидел Боебеспрят. Ныне Миксфайд. 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 — В детстве, с детства я занимался самбо и дзюдо. — Как я был в Глензах, я был дзюдо и самбо в этом. Я родился в городе Брянск, это обычный российский город, в которых тысячи в России. Но в то время в каждом дворе, в каждой школе мальчики и девочки имели возможность и всячески поддерживался и здоровый образ жизни, и занятия спортом. Это было совершенно бесплатно, и в школе была возможность и учиться, и тренироваться. У нас был, например, спортивный класс. Это было совершенно бесплатно, и мы были возможность и учиться в школе, и учиться в спортклассы. Всячески приветствовались, тренировались, и кроме этого у нас был подшифрованный военный завод, военно-промышленный завод. У нас были тренировались, и мы тоже были в милитарном фабрике. Поэтому мы ездили в спортивные лагеря, соревнования, нас обеспечивали дополнительным питанием, одеждой, обмундированием. То есть все это было бесплатно и доступно. В то время, в то время, в то все-таки больше государства было для народа, а не народ для государства, как-то сейчас. Помимо этого, обязательно нужно было хорошо учиться, иначе у нас тренер, ну, это не везде, но тренер нас отчислял. Так как была мотивация тренироваться, мне приходилось еще хорошо учиться. И мы должны очень хорошо учиться, потому что у нас тренер, мы должны хорошие результаты в школе получать, иначе мы не могли больше тренироваться. И это была наша мотивация, чтобы мы могли очень хорошо учиться в школе учиться. Всю свою учению, значит, только я был учеником, школьником, я занимался сам под звездом, добился определенных результатов, но я был еще маленьким, мальчишком. Иначе, как у всех мальчишек, тогда не было смешанных единоборств, и были такие споры, кто сегодня боксер или борец, штангист или еще куда-то, я подвожу к тому, как я пошел в боя. И потом, что он сделал, что он знал, какой самый сильный спорт, на самом деле, на самом деле. Затем, закончив школу, к сожалению, та огромная страна, которая была, она уже развалилась благодаря внутренним и внешним стараниям. Я почему делал акцент на этом? Потому что у нас, так как я был в спортивном классе и хорошо учился, после школы я, и так делали многие, я мог, я хотел быть военным, либо связан с госбезопасностью и так далее. Были возможности, пока был сын, то есть был протяжел государства. В то время я хотел идти в госбезопасность, либо военную, но в то время, когда я закончил школу, страна развалилась, и я оказался перевыбором, куда идти поступать. Нормально, потому что я много спорта и учился, я из Советской страны могло быть гораздо более сложнее, поэтому я был в милитарную школу, и в будущем, в карьере, в милитарную школу, в милитарную школу, У меня хорошо шла биология, химия, я был на олимпиадах, но очень много читал, меня интересовало. Я достаточно просто поступил в медицинский институт в Петербурге. Я учился в медицинском институте, что касается спорта, я увлекся ударными видами бокс, кикбокс и китайский бокс. Если я учился в медицинском институте, то есть спорт, кикбокс, бокс, китайский бокс. Тогда мне говорили мальчишские амбиции в семье, поэтому у меня была мотивация просто стать семьей. Моя большая мотивация была стать сильной борьбой и ударной техникой. Я мог бы попасться в медицинском институте. Я мог бы попасться в медицинском институте и мастерить их в спорте. Поехали. Поехали.